Козероги, дорогие, приветствую вас! Очень рады всех видеть! Сейчас мы с вами сделаем второй прогноз на неделю. Итак, что ждет людей под знаком Зодиака Козерог с 22 по 28 февраля? Так, Козероги, расклад для Козерогов. Ой, Козероги, у вас очень хорошая неделя. Я всегда радуюсь, когда все так хорошо. Значит, во-первых, эта неделя, она связана будет в первую очередь с деньгами. Вы можете позволить себе какие-то дополнительные траты на те вещи, на которые вам было жалко денег, или вы все время как-то оттягивали этот момент, когда вы купите какую-то вещь, которая вам очень хочется, или которая вам очень нужна. Сейчас вы можете себе это позволить, потому что неделя указывает на достаточно стабильное материальное положение, на уверенность в себе. Кроме того, вы можете не просто спокойно распоряжаться деньгами, вы можете их приумножить. Подумайте сами, как лично вы можете это сделать. Вот сегодня уже кому-то говорила, как совет такой, иногда, чтобы получить какие-то дополнительные деньги, не обязательно идти устраиваться на какую-то работу, а можно просто разобрать хлам дома, и продать старые детские вещи, которые уже малые стали ребенку, или какие-то ваши вещи, которые вы давно не носите. Какие-то, может быть, у кого-то несколько лет назад был выпускной, и висит это платье, которое вы больше никуда не наденете, но есть повод его продать. И вот так можно по копеечке, по копеечке собрать очень хорошую, приличную сумму, которой вы можете распорядиться по своему усмотрению. Либо купите себе то, что вы давно хотели, может быть, какую-то вещь подороже, чем вы могли бы себе позволить. А может быть, вы эти деньги вложите, и они вам в будущем принесут какие-то дополнительные деньги. Поэтому у вас есть хорошее время для того, чтобы... Благоприятное, точнее, время для того, чтобы приумножить свои накопления, приумножить свой капитал. Но это не про... Знаете как? Эти карты говорят не про то, что вам нужно затянуть пояса потуже, и, наоборот, начать себе в чём-то отказывать. Нет, деньги любят быть в обороте, деньги любят уходить, чтобы вернуться. То есть с деньгами нужно легко расставаться. В принципе, думаю, многие об этом знают. Я всё время обещаю, что я запишу какие-нибудь видео на тему финансовой энергии. Напишите, кому это актуально, кому эта информация интересна, потому что, может быть, так меня это смотивирует побыстрее заняться этим. Вы можете, кстати говоря, тоже посмотреть какие-нибудь ритуалы в интернете по привлечению денег, по привлечению удачи. Руны, например, нарисовать себе на кошельке или где-то на кусочке кожи и вложить в кошелёк. Посмотрите, много всякой интересной информации о том, как обращаться с деньгами, как притягивать их в свою жизнь. Сейчас время очень для этого подходящее, финальная карта Король Жеслов. Это также карта, указывающая на человека, который уверен в себе, у которого всё получается, который всего достигает, который всего получает. Поэтому всё, что вы на этой неделе можете себе запланировать в плане приумножения своих денег, у вас это всё получится. Поэтому не теряйте ни дня. Вот сегодня, например, не знаю, кто когда из вас посмотрит этот прогноз, но чем раньше, вы вот прям сядьте с блокнотиком, с ручкой или просто на листочек напишите все возможности, которые у вас есть для того, чтобы приумножить деньги. И не теряйте ни дня, пользуйтесь этим, пока время подходящее. Пользуйтесь. Поэтому всё у вас классно. Я всегда очень радуюсь таким картам. Желаю вам удачи. Не буду больше воду лить. Всё сказала самое важное. Встретимся через неделю. Пусть у вас всё получится. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok